Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Порядок в городе? Что об этом думают анапчане? Медицинская помощь стала доступнее. В Джигинке на территории третьей участковой больницы открылся дневной стационар. Сегодня в нем принимали первых пациентов и гостей. Во вновь отстроенном лечебном учреждении побывал глава Анапы Сергей Сергеев. Мэра Анапы встречают в рабочей обстановке. Открытие стационара в Джигинке ждали с нетерпением. Лицензия получена, а потому откладывать прием первых пациентов причин нет. Сергей Павлович сам воспользовался доступной медицинской помощью. Доступной она стала и для трех тысяч сельских жителей. А потому благодарность Сергею Сергееву за исполненный наказ людей искренне. Спасибо вам. А вы здесь живете, да? Да. А раньше как вы это все делали? А раньше было. Выходили на автобус, ехали. Юра, он на дневной стационар. Потом дождь, ветер, откапались, выходили на улицу, ловили или попутку, или маршрутку и ехали обратно. А сейчас красота. Все здесь так, как надо. Компактное, аккуратное здание, светлые кабинеты и палаты, необходимое оборудование. Две палаты на четверых пациентов будут работать в две смены. Процедурный кабинет просторный. Горячая вода есть? Да, у нас два водонагревателя и еще третий водонагреватель для процедурного пациента. А что-то тут не хватает. Откажите. Обычно, когда пациент приходит давать кровь, пациент вот так ставит, пациент сюда садится и берется. Вот этого и не хватает. Я же ты сама рассказала. Не стурчик должен быть, а должно быть специальное кресло для сдачи крови. С подлокотниками. Они сегодня есть. Но раз мы сделали новое здание, давайте будем. Львиная доля финансирования – полтора миллиона рублей от привлеченного городскими властями инвестора. Главный врач, хоть и молодой, но болеющий за дело руководитель. Глава НАПО готов и дальше помогать, потому что виден результат. Вопрос стоял очень остро. Поднимался он многократно, ежегодно. Но из-за того, что на территории поликлинического отделения не хватало нам площадей, то Сергей Павлович нашел спонсора «Газпроминвест». И благодаря этим спонсорским возможностям мы построили дневной стационар. Третья участковая больница обслуживает население двух округов – Джигинского и Первомайского. Ни много ни мало – 15 тысяч человек. Но справляются. Принимают молодых врачей по программе «Земский доктор». Сергей Сергеев просит врачей больше внимания оказывать маленьким пациентам. Как часы должна работать патронажная служба. Я в последнее время разговариваю, я и для вас рассказываю, и для них больше. Разговариваю с людьми, не специалист, но я знаю из своей молодости, что такое патронажная служба. И у него нас нет сейчас. Понимаете? Вот натурально. Я, может быть, я хочу причину знать. Либо мы им не доплачиваем, да? Я, может быть, сестра должна хотя бы раз в неделю быть у новорожденного. Сельские врачи добросовестно патронируют семьи с новорожденными. Мы знаем членов семьи, спрашиваем. Вот день 2 прошло, ты не видим. Мы спрашиваем, как у ваших маленьких делах. Если что-то не так, обязательно идем. Есть же и неблагополучные сельские. А эти массовые массовые массовые. А еще комиссия создана по неблагополучности. Вообще, контроль за этим массовым. Развитие здравоохранения на селе всегда было одним из приоритетов в работе власти. Сегодня больше половины населения нашего муниципального образования – это жители именно сельских округов. В этом году планируется строительство сразу трех офисов врача общей практики в отдаленных населенных пунктах – хуторах Чикон, Рассвет и Усатого Балка. Жизнь на Кубани благоприятна для создания семьи и рождения детей. Это подтверждают и данные Министерства труда и социального развития региона. Естественно, прирост населения в крае за прошедший год составил 2676 человек, что в два с половиной раза превышает данный показатель по стране. В 2015 году родилось более 74 тысяч детей. На 600 малышей больше, чем в 2014-м. Более чем на 8 тысяч увеличилось и число многодетных семей. Что особенно радует, Анапа в последние три года сохраняет лидирующие позиции в крае по демографическим показателям. В прошлом году в нашем городе на свет появились более 2,5 тысяч малышей. Представители парламентских партий зажигали молодые сердца. Они призывали проголосовать на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года. На политических программах внимание старались не заострять. Подобная встреча с молодежью в городе прошла впервые на базе Анапского филиала экономического правового института. Политики всячески подчеркивали, что сегодня они не конкуренты. В зале будущие юристы и правоведы. Представитель ЛДПР предположил, что тема выборов им должна быть с одной стороны интересна, а с другой они как никто должны понимать свою ответственность за будущее страны. Все беды в мире страшны и творятся только от лица равнодушных. Поэтому ходите на выборы, определяйтесь с выбором и решайте. Коммунист с начала 70-х прошлого века, военный летчик в отставке, протестировал мобилизующую силу лозунгов про землю крестьянам, заводы рабочим и мир народам, подкрепленную передовицей правды. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, право на труд, на отдых и на достойную старость. Как бы у нас пелось в песне, молодым везде у нас дорога, ну а старикам везде у нас почем. Это вот основные лозунги нашей партии. Его коллега из «Справедливой России» отметил, что в отличие от КПРФ и ЛДПР, его партия появилась уже в «Новой России». Поддержав общую линию агитации за политическую активность, он предложил попутно подзаработать. Такой ходячий штендер, можно сказать, который через голову одевается. И вот все это видно, кого мы представляем. Единоросс Иван Марченко оказался единственным, кто подпадает под определение «молодежь до 35 лет» и предложил фактически своим сверстникам обратиться к сети интернет. Уделите 20-30 минут своего свободного времени. Зайдите на сайт той же самой партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», других партий, которые будут выставлять свою кандидатуру. Прочитайте их политические программы, изучите. В сентябре текущего года анапчанам предстоит проголосовать за партийные списки, а также выбрать депутата по одномандатному округу, куда помимо Анапы входят Крымск, Абинск, Славянск-на-Кубани и Темрюк с районами. У нас довольно-таки активный электорат. То есть у нас всегда выше была активность анапчан в заинтересованность. Все таки хочется всем хорошо жить. А для того, чтобы хорошо жить, уже люди начинают понимать, что не надо отсиживаться. В избиркоме констатируют, что парламентские политические силы, а также ряд партий, которые пока не входят в действующий состав Госдумы, уже начали проявлять активность и интерес к выборам. Из присутствующих пока лишь единицы признались, что определились с выбором. А политологи отмечают, что борьба разворачивается именно за голоса тех, кто не определился. Прием заявок на участие в уникальном проекте «Кубанская школа вожатых» будет продлен до конца месяца. Такое решение приняли в Краевом министерстве образования. По просьбе Анапского управления по делам молодежи. Сегодня не все желающие успели подать документы. Напомним, участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. О том, какие возможности появятся у тех, кто пройдет курс обучения, мы спросили у непосредственного участника, уже прошедшего отбор. Мы пройдем тренинги, которые в дальнейшем помогут нам трудоустроиться на такие интересные площадки, как Селигер Всероссийская, Федеральный детский центр Смена, ну и такие лагеря, как Станица Кайлоджинской, туристический лагерь или Станица Веселовка. Также там мы будем расширять свой кругозор посредством участия в тренингах, которые будут нам давать возможность для расширения своих лидерских качеств, для организации работы с детьми, с девиантным поведением научат работать с ними. Также научат организовать некоторые мероприятия для детей и для подростков. Также это возможность для студентов получить определенную работу и заработать деньги. Подать заявку на участие в общественно-образовательном проекте Кубанская школа вожатых можно на сайте, указанном на экране, или заполнив специальную форму в молодежном центре 21 век. Коммунальные службы с каждым днем увеличивают объемы и темп благоустроительных работ. Подготовка к сезону идет полным ходом. Городские власти намерены в этом году заметно изменить облик Анапы к лучшему. Но только ли администрация должна следить за порядком и чистотой? Какое свое участие видят в этом общем деле жители нашего города? С этим вопросом мы вышли на улицы Анапы. Местные жители тоже должны. Ну вот напротив дома и тоже должны улицей своей заниматься. Я считаю, что нет, и жильцы тоже должны поддерживать, помогать. Посадки где-то цветов, скопать клумбочки, самим это все можно, все сделать. Должны, наверное, жители местные. Ну, администрация, мне кажется, в первую очередь. Каждый по своему району пускай что-то делает, вносит какой-то вклад. Благоустройством города должны заниматься жильцы и обслуживать ту территорию, которая прилегает к их дому. Предсказания синоптиков о похолодании завтрашнего дня – вымысел или реальность? Мы не хотим верить слухам и обратились с этим вопросом к главному метеорологу Кубани. Предстоящие сутки территорию края будут проходить холодные фронтальные разделы. Первый холодный фронт прошел, за ним будет арктический, который в сумме понизит нам температуру в крае на 10-12 градусов. Мы прогнозируем температуру уже по Черноморскому побережью до 3-8 тепла днем. Ночные температуры будут 1-6. То есть очередная порция холода, в общем-то, зайдет на территорию края, что связано, казалось, с прохождением холодных фронтов и достаточно обширным и мощным циклоном, который сейчас у нас проходит центральную европейскую часть России, в районе Москвы и смещается ближе к Уралу. Осадки мы ожидаем непродолжительные, местами и от слабых до умеренных. После прекращения осадков сохранится достаточно прохладная погода, которая будет постепенно прогреваться и повышаться температура в течение недели. В течение минувшей недели спортсмены Анапы достойно выступили на всероссийских и краевых соревнованиях, завоевав ряд медалей. В Новороссийске состоялся зональный этап всекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора. Сборная Анапы завоевала первое место. В личном зачете – одну бронзу, одно серебро и девять золотых медалей. В Краснодаре прошли чемпионат и первенство края по спортивной гимнастике среди девушек. Воспитанницы спортшколы «Виктория» завоевали награды в дисциплинах на бревне, на брусьях и в вольных упражнениях. Также анапские спортсмены приняли участие в первенстве края по греко-римской борьбе среди юношей. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек принесло первое место в общекомандном зачете. Желаем ребятам, достойно представившим Анапу на различных соревнованиях дальнейших побед. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...